Здравствуйте! Это универсальный формат на телеканале Самараги. С вами Юлия Чернеева и Виктор Животовский. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для ваших звонков 202-11-22. Ну что ж, тема нашей сегодняшней программы, мне кажется, должна затронуть каждого из вас или, по крайней мере, обратить внимание на тех людей, которые поднимают и которые, может быть, вместе объединяются и делают одно хорошее дело. Дело это правое. Тема звучит как замечательная история Отечества в истории моих соседей. Я с большим удовольствием вам представляю наших первых гостей. Председатель общественного совета микрорайона Струковский Надежда Ивановна Курапова. Здравствуйте! Координатор проекта «История Отечества в истории моих соседей» Андрей Федорович Лебедев. Здравствуйте! И Юрий Федорович Хартуков, председатель многоквартирного дома по улице Ульяновская, 19. Участник проекта, экскурсовод, активный участник встреч с детьми. И также сегодня он представляет нашу ветеранскую организацию, которая тоже немножечко расскажет. Ну, кто возьмет слово вообще рассказать о том, что же представляет собой проект этот ваш? Ну, наверное, я. Я руководитель проекта. Идея этого проекта витала очень давно. Мы работаем в территориальном общественном самоуправлении более 17 лет. Это общественная организация, которая объединяет жителей, проживающих на определенной территории. От рождения ребенка и до глубокой старости. И понятно, что категории людей совершенно разные. Но год от года стареют наши ветераны, часть из них уходит. Когда мы начинали работать, у нас на территории нашего микрорайона проживало более 200 ветеранов. Сейчас их осталось, к сожалению, 40. И мы прекрасно понимали, что уходит не только ветеран, но и память о тех исторических событиях, участниками которых они были. Хочется увековечить, запомнить. Хочется увековечить, запомнить и передать подрастающему поколению. Поэтому родилась такая идея. Прийти к ветеранам, узнать о тех событиях, в которых они непосредственно участвовали, и издать книгу. Вот у нас родилась такая книга. «Простые истории Великой войны». Здесь рассказы непосредственно участников Великой Отечественной войны. Конечно, мы не всех их обошли. Мы, во-первых, как бы и финансовая составляющая, чтобы издать такую книгу, нужна больше. Кроме всего прочего, мы очень старались к 9 мая. Но мы на этом работу не закончили. Это первая часть, видимо. Да, это первая часть. И мы думаем, что мы будем писать не только о ветеранах войны, но и обо всех, кто жил в то время. И о детях, которые прекрасно помнят эти исторические события. Вот гостем вашей передачи будет такой человек. Кроме этого, мы решили объединить детей, которые проживают на нашей территории, с ветеранами. И поэтому был цикл различных мероприятий, когда мы приглашали ветеранов на эти встречи. Это тоже гость нашей передачи, расскажет более подробно об этой передаче, об этих событиях. Юрий Федорович Хартуков. Мы живем в Ленинском районе, в центральной ее части, где много постольств, где много домов, на которых висят... Знаковых мест, так называют. Да, где висят мемориальные доски, и люди просто проходят и не замечают этого. Даже те люди, которые живут в этих домах, не знают, почему... Порой не знают, местные, как говорится. А уж детишки, им же надо рассказывать. И вот этой работой занимался у нас Юрий Федорович. Юрий Федорович, расскажите нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Как в проект выводы. Вы знаете, вот в каждый момент истории общества выдвигается какая-то центральная задача, от которой зависит все. Ну вот, учитывая наше сейчас положение страны, с Украиной, и то, что 20 лет было непонятно, не совсем понятного в нашей истории, в наших делах, на первое место от этого отметил и президент наш. Он сказал, что фундамент общества – это патриотизм. Вот это совершенно правильно. Вы знаете, история, она должна учить. Ей, если нормально пользоваться, то можно большую, как говорится, идти дальше и развивать общество. Если будет прерываться история, это беда. А чему же вы учите новое поколение молодых людей? А мы учим не забывать. Вы знаете, вот память, она разная бывает. Какой вызвала, неожиданность какая для всего мира была бессмертный полк. 12 миллионов во всех городах нашей страны вышли с портретами вот своих прадедов, дедов, бабушек, прабабушек. Никто даже не ожидал, что столько выйдут. Откликнется. Откликнется. И собирать не надо было. Вот вы знаете, в каждом районе есть свой батальон такой. Бессмертный. Избранных. Бессмертный. Вот я прошел как-то вот по району по своему. Ну, я его хорошо знаю, я вырос в Ленинском районе, работал в общественном совете Ленинского района несколько лет. И вот прошел по мемориальным доскам и, в общем-то, даже какие-то близопросы попробовал делать. Вот памятник Устинова на Самарской площади. Спрашиваю, 35-летие прохожих. Спрашиваю с мамами, папой, мамой, вот ребенок мой в коляске, кто? Кто-то. Кто-то. Почему памятник? Ну, наверное, заслужил. Значит, важный человек, раз памятник. Важный человек, раз памятник. Что вы о нем знаете? Если не знаете имени, фамилии. Вот по Самарской площади, прямо напротив памятника Устинова, несколько вот мемориальных досуг таких. Аменев. Хирург. Ну, хирург, ну, хирург. А то, что он воевал, то, что он на одном из мероприятий вдруг подошел человек после войны и встал на колени перед ним. Говорит, что такое? А вы мне жизнь спасли. Меня уже в морг хотели отправить после боя. А вы сказали, я попробую, и вот теперь человек живет. Поэтому, а кто знает, что его сердце на кафедре, в сосуде. Он завещал так. А потом я же, я многих вот так получил, что я работал в районной власти долго, начиная с райком комсомола. Я их многих знал. Я солдат его знал. Ну, тогда неудивительно, что вы хорошо знаете все, что находится в этом районе. Во-первых, о каждом можно книжку написать. И я решил поделиться этой информацией с детьми. Ну, и правильно, конечно. Вот, Надежда Ивановна помогла. Собрала детей, группу. Мы прошли. Интересно. А в следующий раз, когда пойдете? Вы, допустим, смотрят на нас сейчас зрители. Да, вдруг они заинтересованы. Когда пойдем? Пожалуйста, у меня вот в 70-й школе будет лагерь, уже заказ. Вот будет лагерь дневного пребывания там. А не могли бы вы поводить нас с удовольствием? Куда обращаться? Можно ли как-то? Нужно обращаться ко мне. Я как координатор и руководитель проекта. То Струковский. То Струковский. Звоните. Мой телефон. Могу сотовый сказать. Ну, давайте городской. Городской. 333-27-42. Пожалуйста, звоните. У нас ближайшее мероприятие. Это посещение бункера Сталина. Это уже будет третье посещение бункера Сталина. После этого дети приходят, пишут сочинения. Что же они поняли. И поняли ли хотя бы. Как они осознали, что было до и что было уже после посещения. Андрей Федорович, ну вот отклик какой-то есть. Вы как координатор проекта. Что, может быть, родители говорят? Что бабушки? Я с удовольствием смотрю на детишек. Детишки меняются на глазах. Это самое главное, наверное. Это чудесно. Я думал, как-то они будут по возрастам. Ну, как-то они меняться будут от возраста. Нет, одинаково. Реагируют одинаково. Одинаково. А не было ли тех, которые предлагали вам помощь? Которые хотели участвовать вместе с вами? И вот система волонтерств, возможно, у вас развита. Нет, это вот кто постарше. Мы были, у нас две экскурсии были в военную часть. Вот там были ребята постарше. Сначала было такое неприятие какое-то скучное. Это, наверное, не то, что скучное. Но это было только, когда мы были в музее. Местный музей действительно не оставляет впечатлений. А потом, когда мальчиков завели в казармы, значит, дали им обмундирование, попытались их одеть в бронники, оружие им дали. И сразу так, оп, да? Вот тут уже глаза блестят. А уж когда по бронетранспортеру начали лазить, вовнутрь нырять. Было не согнать просто. У нас есть еще одно направление в рамках этого проекта. Посещая ветеранов Великой Отечественной войны, мы спрашивали не только об их событиях исторических, тех далеких, но и о сегодняшней жизни. Нуждают ли они в какой-либо помощи? И оказалось, что некоторым людям, ну, в силу своего возраста, они уже не могут помыть окна, не могут убраться в своей квартире. И тогда у нас родилось еще одно направление, что необходимо волонтерское движение для свести интересы молодежи именно с нашими ветеранами, чтобы они им оказали помощь. А ветераны, в свою очередь, они их там и чаем поили, и рассказывали обо всем. Но я думаю, девочки еще отдельно обо всем этом расскажут. Надежда Ивановна, вот я хочу просто взять в руки эту книгу замечательную. Замечательную. Пусть она пока еще небольшая, маленькая и простые истории Великой войны. Где, может быть, можно ее приобрести? Как ее можно получить? Есть ли какие-то, может быть, кто-то захочет тоже поучаствовать, вложиться, в конце концов, какими-то ресурсами своими? Ради бога. Опять же, мой контактный телефон. У нас эти книги мы раздаем как в школы, в школьные библиотеки, вручаем ветеранам непосредственно на праздничных мероприятиях, которые у нас сейчас целый цикл мероприятий. Кстати, приглашаю жителей. Сегодня у нас великолепный праздник по адресу Вилоновская, 1. Называется праздник «Поклонимся великим тем годам» и «Праздник соседей». Вот. Мы издали 500 экземпляров этих книг. И, ну, где-то 200 я с удовольствием могу раздать и тиражировать на другие районы для того, чтобы люди могли подхватить. И мы готовы встречаться и продолжать эту работу. Конечно. Будем этим заниматься. Юрий Федорович, а вы хотели что-то показать нам? Вот поднимают ответ, что это. Я хочу показать, вот кто. Я специально не написал, кто это. Вот есть выражение «человек-пароход», да? А это человек-самолет. Вот самолет-то знают все. Конечно. А вот далеко не отдали мы все почести вот этому человеку. Умница. Генерал-полковник, академик. Он придумал специальный самолет, который и низко летает штурмовик, и неуязвим. То есть из брони вылет его корпус. Он жил здесь несколько лет. Он не почетный гражданин города, кстати. Жил здесь с 1939 по 1944 год. Жил просто на Самарской улице. Об этом есть доска. И вот там еще авиационники. Дом авиационников. Особстрой так называемый был. Вот там жил и Яковлев, там жил и Шахурин, и Кокинаки. И в том числе вот трижды. Ну что такое герой? А это трижды герои. Значит, было за что? Почему бы за Алабинским музеем не сделать сквер его имени? Не поставить бюст. Юрий Федорович, а почему бы нам с общественным советом не выйти с такой инициативой? Я думаю, мы как раз это и берем вооружение. Я думаю, что эту тему мы будем обязательно продолжать еще в наших следующих программах. Если Юрий Федорович согласит к нам прийти еще, может быть, что-то принести с детьми вместе, я думаю, будет интересная тема для беседы. Пока же хочется сегодня очень много вам рассказать и показать, и познакомить с людьми. И во второй части нашей программы мы увидим и услышим рассказы тех людей, которые тоже принимают активное участие в этом проекте. Так что не переключайтесь. Вам же говорю большие слова благодарности. А мы, друзья, с вами встретимся через пару минут. Итальянский кролик, австрийский пингвин, финский львенок. Список талисманов Чемпионата мира по хоккею пополнился еще и лайкой самарского происхождения. Жительница нашего города, сотрудница банка, в душе настоящий художник, приняла участие в конкурсе на лучший талисман и победила. Среди пяти сотен котов, тигров и других четвероногих ее лайка пришлась по душе наибольшему количеству поклонников игры на льду. Я очень долго думала, кого именно, очень хотелось угадать, кто должен быть. Конкурс начался с 25 ноября и продолжался по 16 февраля прием заявок. И вот 15 февраля я только нарисовала лайк, то есть предпоследний день, а до этого я все обдумывала. Поклонницей хоккея Наталью Петухову раньше назвать было нельзя. Но лайка, на взгляд художницы, самое что ни на есть хоккейная зимняя собака. Сильная, выносливая и быстрая. В свою победу девушка до сих пор верит с трудом. Надеяться на первое место – это одно, а вот победить на самом деле – совсем другое. Я, кстати, когда рисовала, мне еще мама так подошла, говорит, ну это, конечно, рисую, творчество развивать хорошо. Но там все уже, вроде, все ясно, кто выиграет, или Москва, или Питер, все известно. Я сказала, нет, это конкурс серьезный. Вот прям угадала. Благодаря миловидной лайке у Натальи, можно сказать, пошли заказы. Организаторы спортивных юношеских игр из Костромы попросили сделать талисман и для них. Получился лисенок-тройборец по шорт-треку, лыжным гонкам и биатлону. В студии «Универсальный формат» и я, ведущий Виктор Животовский, со мной соведущая. Юлия Черняева. И у нас, кстати, есть для вас сейчас задание. Телефон 202-11-22. Смотрим. На экране вы видите кадр. Из фильма. Фильм. Вам надо угадать, что это за фильм, что это за кадр, откуда он. И что получат наши зрители. А получат они билет на два человека в Киновертикаль. Что за фильм? Мне кажется, очень многим знаком, очень многие его знают. И если вы угадали, звоните, друзья. Мы с большим удовольствием будем рады вам отдать эти пригласительные билеты. И, конечно же, задавайте вопросы нашим гостям. Не стесняйтесь. С большим удовольствием представляю вам наших следующих участников нашей сегодняшней программы. По-прежнему с нами здесь председатель общественного совета микрорайона Струковский Надежда Ивановна Курапова. И присоединились к нам вот какие гости. Людмила Ивановна Прунина, председатель многоквартирного дома Почапаевской 200. Ребенок войны, активный участник встреч с детьми. Тоже патриотическое воспитание не чуждо, я думаю, сегодня нам об этом расскажут. И с нами здесь также сегодня заведующая детской библиотекой номер 12, Рудакова Татьяна Владимировна. Давайте, наверное, Татьяна Владимировна, с вас начнем. Я так понимаю, что у вас тоже там интересная... Да, у меня есть что сказать. Ну, моя библиотека уже долгое время работает по патриотической программе знаменитой россиянии, которая вписывается в программу, президентскую программу патриотического воспитания жителей нашей страны. И проводится в рамках этой программы очень много встреч. И вот, в частности, мне хотелось бы остановиться, конечно, на нашей совместной работе с Надеждой Ивановной, потому что она мне, так сказать... Вот в последнее время у меня, как бы сказать, исчерпан круг моих ветеранов, тех, кто участвовал в боевых действиях. К сожалению, их становится все меньше и меньше. А когда-то у меня был такой, в общем-то, боевой блок. Это было порядка 12 ветеранов, там и участники Сталинградской битвы, и те, кто на Курской дуге принимал участие, и партизанского движения Беларуси, ну, очень-очень много. А сейчас остается уже очень мало. И поэтому я сейчас в основном работаю с детьми фронта. Те, кто не понаслышке знает о страшных событиях, и которые, как говорится, могут из уст своих донести до детей вот эту вот, как бы сказать, нашу историческую правду страшную, тяжелую. Вот. И вот за май, только за май, проведено 17 уроков мужества. Они прошли все в нашей библиотеке. И при участии детей фронта, вот в частности, один из представителей этой, так сказать, вот скромной, скромной, я хочу сказать, бригады ветеранов присутствует здесь, которая, когда рассказывает, понимаете, вот на глазах у детей появляются слезы. И не только у детей. На мероприятия приходят и родители, и преподаватели. Вот буквально там за 8 дней мая прошло 21 класс нашего Ленинского района. Главное, что что-то осталось. Да, это осталось, да. Ну, понимаете, ребята уходят. Я хочу сказать, что более трогательных мероприятий я просто не представляю. Конечно, мы проводим разноплановые мероприятия. У нас тут и экологические, и по наркомании, и всякие. Но вот именно встречи с ветеранами, когда, понимаете, вот именно общение, живое общение, когда из уст очевидцев дети получают информацию, это, конечно, неоспалимой ценностью обладает, понимаете. Вот, и считаю, что вот, ну, такие трогательные. У нас в этом году, так сказать, дебюты были у Людмилы Ивановны. Она пришла впервые в библиотеку. Хотя вот с Юрием Федоровичем Хартуковым мы работаем очень долгое время. Ну, работаем не только в рамках вот патриотического воспитания, но еще он приходит о космонавтике, рассказывает, потому что он профессионал этого дела. И я хочу сказать, что вот я по ходу вот этого проведения, этих мероприятий готовлюсь просто, ну, знакомлюсь просто с уникальными людьми. Вот один из таких, Людмила Ивановна, которая, вот, понимаете, она бережно до сих пор хранит письма военной треугольнике своего брата. Это больше 72-х лет. Вот они, кстати, вошли в эту книгу. Они вошли в книгу, у нас есть. Да, я хочу, наверное, сейчас обратиться к нашим зрителям, потому что у нас есть телефонный звонок. Я думаю, фильм-то вы тоже узнали, конечно. Давайте выясним, кто нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. А если не секрет, сколько вам лет? Мне 41. А по голосу очень даже молодой голос у вас. И по виду так же. Это хорошо. Скажите, пожалуйста, ветераны в вашей семье есть, я надеюсь, или, может быть, к сожалению, уже нет кого-то? К сожалению, уже нет. Но вы не выходили? Через три дня, год, как бабушка мыла. Ну, мы вам сочувствуем, но, тем не менее, память должна жить и продолжаться. И, надеюсь, вы своим детям, а позже внукам будете рассказывать. Ну что, давайте смотреть на экран. Мы видим кадр из фильма. Озрали здесь тихий. Конечно, это правильный ответ, прекрасный фильм. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Спасибо большое за звонок. Ну что, давайте тогда дадим слово Людмиле Ивановне. Расскажите, где вас застала война и как, собственно, происходит ваше общение с ребятами. Все ведь не расскажешь. Очень тяжело. Очень тяжело. Я впервые встретилась с детьми. Конечно, очень переживала. Очень переживала. Я рассказала о нашем дворике, где мы жили. Мне было всего только пять лет. И этот дворик небольшой был, но очень дружный. И я этим детям, перед которыми я выступала, я старалась передать не только свою душу, открыть им полностью, но, глядя им в глаза, хотела и прочитать их восприимчивость. И когда я читала им свое стихотворение, память тех лет, особенно мне запомнился великолепный, необычный голос Левитана, который я впервые услышала и старалась детям передать его звучание даже, как-то необычно им рассказать все. У детей как-то заинтересовались. И я боялась этих бомбоубежек. Я все растала, старалась им как-то донести до их живности. А где вы были в этом? Вам было не было? Я была в Самаре, на улице Куйбышева, 98, квартира 4. У нас была большая семья. У меня ушла и тетя ушла, Окишева, молодая, 21 год, добровольцем. А брат мой 19 лет закончил с отличием. У меня сохранилась грамота, очень хорошая грамота. С отличием, окончил школу 15. Пошел добровольцем с своим другом. Они очень любили физику и математику. Они добровольцами, несмотря на то, что у них была бронь, пошли на фронт. Действительно герои. Патриотизм у них был. Они формировались в Кенеле. Это была ставка Сталина. Я все рассказывала детям. Они задают вопросы какие-нибудь? Задают. И очень много. Они просто атакуют вопросами. Потому что они хотят из очевидцев это услышать. Есть фотографии, вы можете рассказывать, а мы посмотрим, чтобы вы, дорогие зрители, видели. Эти мероприятия посетили школы, с которыми мы работаем. Это дворовой праздник. Это 6-я, 12-я, 81-я школа. Это дворовый праздник. Тоса номер. Где ветераны поют песни тех военных лет. Юрий Федорович. Кстати, мне кажется, тема с экскурсиями заинтересует наших зрителей. Надо будет как-то, может быть, соорганизоваться, собраться или какие-то контактные телефоны. Если будут телефонные звонки вам, ради бога. Конечно, конечно, будем передавать. А вы знаете, у нас же ведь еще открылось по поводу детей войны, так скажем, Дети фронта, выставка «Толовое детство». У нас в литературном музее не были там. Как раз-таки собраны вещи, игрушки, какие-то записки, рисунки, письма. Именно детей, кто в нашем городе был как раз-таки во время войны. Если вдруг будет время, заходите к нам. Приходили девочки. Это здесь? В Самаре? В Самарский литературный музей. А где он находится? Ну, я вам потом расскажу обязательно. А скажите, пожалуйста, вот когда проходят экскурсии по городу, когда вы заходите в бункер или в какое-нибудь другое место, присоединяются ли к вам люди, которые просто идут по улице? Обычно есть такие, которым интересно посмотреть, что же происходит. Ну, если бункер ставим, конечно, мы идем с экскурсиями. А вот когда экскурсия по городу? А когда экскурсия, никто не спрашивает, что вы, что вы, что вы, что это такое? Мы говорим, вот детей водим по району. Они говорят, ой, какие молодцы, здоровые. Мы же говорим, не знаем. Мы же говорим, не знаем. А в основном все бегут. Это надо как-то вот настроиться и целенаправленно идти. Потому что экскурсия где-то минут 40-50. И то все не охватываем. Если мы отдельно идем вот по военной тематике, отдельно по космонавтике, потому что все охватить невозможно просто. Это тогда трехчасовая экскурсия будет. Людмила Ивановна, а сколько уже вы встречи провели вот за это время? Что-то порядка 949 человек. Она где-то в шести встречах участвовала, вот из 17. Вот рассказывала. Ну я всегда стараюсь читать стихотворения, которые трогают людей. Можно есть стихотворения сейчас прочитать? Конечно, пожалуйста. Если хотите обратиться, вот смотреть. Я буду помнить долго 41-й. Ага, да, конечно. Я буду долго помнить 41-й, когда расстрелян был рассвет. Теперь испытывают нервы, угрозы ядерных ракет. А я хочу, чтоб вся планета купалась в солнечном тепле. И были тихими рассветы, и прочный мир на матушке моей земле. Вот эти стихи я посвятила тем людям, которые пережили эти боевые действия, которые отразились на всех людях любого возраста. И я смотрела, когда читала это стихотворение, в глаза детей. У них невольно набегали слезы. Они вставали с мест, старались ко мне подойти, дотронуться. И вот я хочу показать то, что подарки, что они мне дарили. Такие красивые. Они выразили свою душу. Они смогли услышать мой голос, заглянуть ко мне в душу и собережить вместе со мной эти тяжелые для меня минуты. Мне хочется вам похлопать. Спасибо большое за стихотворение. Пожалуйста. Уважаемые зрители, да, показать эти замечательные работы ребятишек. Я думаю, что старались они от всей души. Да, они очень старались. И не только они рисунки делали и открытки, они еще и организовывали концерты собственными силами. Поздравления ветеранам. Будет ли еще какие-то у вас такие мероприятия, встречи? Конечно, мероприятия. Телефон 333-54-41. Так что мы всегда в распоряжении наших школ, с которыми мы активно работаем. Кстати, мы не только проводим мероприятия, но еще дети наши участвуют в литературном конкурсе «Самара, Россия, Отечество». И в номинации «А я войны совсем не знаю» пишут воспоминания о своих прадедушках, прапрадедушках, прабабушках. Понимаете, они поднимают домашние архивы и предоставляют уникальную информацию. И вот я корректирую эти работы, и что хочу сказать, что, знаете, просто есть поистине уникальные шедевры, можно сказать, потому что родственники, дедушки, прабабушки, прадедушки участвовали даже, кто-то в освобождении Освенцима, кто-то во взятии Берлина, понимаете, кто-то в боях над Саленградом. Понимаете, вот, ну, а как это можно? Кто-то в тылу работал там с утра до ночи, понимаете, это просто, конечно, уникально. Дети вот этим занимаются, понимаете, вот это тоже, я считаю, что дорогого стоит, потому что это необходимо. Это вот именно воспитание патриотизма начинается к отношению к своей семье, понимаете, вот, как бы сказать, к своим истокам. Главное не забросить это. Главное не забросить и, главное, продолжать. Не только в юбилейный победный год, а дальше, дальше, дальше. Каждого записать, каждого, кто есть, как бы, я думаю, что это главное. Мы эту информацию и доводим, и, да, родители, когда проводим собрание, чтобы они рассказывали детям о своих бабушках, потому что бабушки, к сожалению, уходят, и не у кого спросить, что самое обидное. И не стесняйтесь спрашивать. То есть родители и взрослые должны, конечно же, рассказывать, и, по крайней мере, если вы еще до сих пор не знаете, кто были ваши предки, именно вот кто, может быть, воевал, идите в архивы, поднимайте, спрашивайте у соседей, у тети, дяди, в конце концов информацию нужно собрать. Ну, а у нас, кстати, в ближайшее время будут еще девочки замечательные, которые также принимали активное участие, не только вот в каких-то праздничных мероприятиях, но и важных, нужных, главное, полезных делах, которые так необходимы нашим дорогим ветеранам, и они совсем скоро вам об этом расскажут. Не переключайтесь. О военном времени, о героях и победителях. Творческие коллективы Ленинского района Самары свой 20-й отчетный концерт посвятили 70-й годовщине победы Великой Отечественной. Выступали на сцене Центра детского творчества «Экология детства». Дети готовились целый год, готовили номера к этому знаменательному событию. Родителям мы как раз и покажем, почему научились наши детки вот в этой форме. И вот все, что сделано на заднике, это тоже сделано руками наших детей, детского объединения «Театр мода Василиса». Зрители услышали песни военных лет в современной аранжировке, увидели кинохронику выступлений советских артистов в прифронтовой полосе. Подготовить концертную программу, посвященную 9 мая, самарских подростков уговаривать не пришлось. У каждого есть дедушки, бабушки, прабабушки. Когда мы начали говорить об этом, педагоги своих объединений, то все сразу вспомнили, что у них есть. Вот пришли домой, родители стали рассказывать, и вот процесс пошел. Вот только так обменивались, рассказывали, у кого какие ордена, кто сколько медалей заработал. Дедушка. Он пришел с войны, но он умер из-за того, что у него в груди была пуля. Юные артисты вспоминали в стихах и песнях самые ключевые моменты Великой Отечественной. Битва за Москву, освобождение Сталинграда, капитуляция Германии. Ну что, продолжается наш эфир, и у нас прекрасные девушки появились в студии. Они занимаются непростым, очень полезным и важным делом. Виктор, представляй. А в студии у нас сегодня Татьяна Герасимова, Дарья Фадеева и Карина Рыскулова. Все верно? Да. Хочется добавить, что Татьяна Герасимова у нас руководитель исполнительного комитета Союза добровольцев России, Самарское региональное отделение. Ну а девочки курирует Дарья патриотическое направление, а Карина экологическое направление. Ребята приходили к нам, мы же тоже рассказывали о своей деятельности. Но вот в этот проект, Тань, как вы попали, вообще что вы, может быть, делаете, что интересного, нужного, полезного, доброго? Можно продолжать бесконечно этот список. Мы на одном из мероприятий познакомились с Кураповой Надеждой Ивановной, и благодаря ей мы с ребятами получили уникальную возможность не только оказать помощь утиранам на дому, но также лично пообщаться, узнать о их героических подвигах и послужить тем самым другим ребятам примером, чтобы они активно включались в нашу деятельность. Ну то самое главное, наверное, своим примером показать, потому что Татьяну, мы с ней дружим в социальных сетях тоже, я регулярно вижу эти фотографии с разных мероприятий, с разных интересных каких-то встреч, дел полезных. Девчонки, как давно вы уже примкнули, даже давай с тебя начнем, ты как давно занимаешься, тем более, как бы такое у тебя тоже полезное и нужное направление? Ну, волонтерством вообще я занимаюсь очень давно, около трех лет. По поводу патриотического направления, ну это как раз... Ты сама решила или тебя назначили вот именно курировать? Ну, сама решила, я попросилась, да. Я до этого работала с детьми, вожатые в лагере, и вот теперь мне захотелось помочь как-то чем-то еще и городу, и людям, которые здесь живут. На самом деле, ветераны, к которым мы ходим, с ними очень интересно разговаривать. Им это и нужно, мне кажется, в большей степени. Да, они очень рады нас видеть, они иногда, им хочется нас как-то отблагодарить, они не знают, как это можно лучше сделать, и чай нам приготовят, и ужином нас накормят. Иногда и обедом, и ужином покормят, и рассказывают очень много всего про то, как они жили в наши годы. Советы нам дают по поводу того, как найти хорошего мужа, как воспитывают детей. То есть для тебя это тоже полезно? Конечно, очень много всего нового я могла узнать, и потом у них, когда вот мы убираемся, протираем пыль, убираем старые вещи, у них очень много интересных вещей, про которые они тоже очень много могут рассказать. Каждая вещь у них с чем-то связана, ну, это очень дорогого стоит. Ну, опыт колоссальный. Да, все время. Карин, у тебя как с волонтерством? Как давно любовь ваша взаимована? Ну, уже около двух лет началась так с небольших мероприятий, а вот уже ближе к 70-летию Победы, вот мы начали участвовать в этой акции, если так ее можно назвать. Это очень большой опыт, потому что чувствую, что мы можем оказать посильную помощь ветеранам, то есть отдать дань им, отдать дань уважения, дать благодарности. То, что мы не просто на словах говорим спасибо, то есть они это и так уже знают. Мы можем своим трудом каким-то, то есть своей помощью, показать им, что мы их ценим, что мы их помним, что мы им очень благодарны. И не только мы им оказываем помощь, но мы взамен получаем, как уже Даша говорила, большой опыт, то есть пока мы пьем чай, пока мы кушаем, они нам очень много рассказывают. Мы рассказываем им о волонтерстве, что есть люди, которые могут оказать помощь, что мы это не из каких-то там, не какие-то корыстные цели, да, ставим перед собой. Мы приходим по велению души и хотим им помочь, хотим им чему-то у них научиться, разговариваем с ними, они нас очень многому учат, дают полезные советы. И плюс показываем им то, что и после того, как мы сделали такую небольшую вещь, помыли окна, вытерли пыль, но видят от них благодарность, да, и они очень счастливы, они говорят спасибо, и это очень радует, и потом получаешь такой заряд положительный. Таня, ну, ребята, они проходят какой-то, я не знаю, курс молодого бойца, как говорится, что сделать, как помочь, как общаться, ведь это сложно, по сути дела, и психологически тоже, фактор. Перед этим, конечно, у нас проходят организационные собрания, на которых ребята знакомятся с той деятельностью, которой им предстоит, узнают краткую информацию о подвигах ветеранов. Но я стараюсь все-таки ребята закреплять, то есть группу ребят закреплять за конкретным человеком, чтобы не было постоянной смены, чтобы ребята привыкали к тому человеку, к которому они ходят, и непосредственно самому ветерану будет удобнее. Кроме этого, также мы стараемся не только ходить в дома ветеранов, но также организовывать уроки мужества в школах, в социальных лицах. Приглашать их уже, да? Чтобы они поделились своими подвигами с ребятами, рассказали о себе. Очень большое число людей, которые имеют родственников, также побывавших на Великой Отечественной войне. Вот, и с сентября месяца мы планируем запустить проект по созданию родословных детей, где специалисты уже будут помогать составлять детям и узнавать их корни. Это очень почетно. Вы знаете, вы такие молодые уже кураторы, организаторы проектов. Тяжело вам отдается, приходят ли новые, как вы с ними общаетесь? Вы же, наверное, уже как начальники, да? Что вы при этом испытываете? Вот мне интересно. Ну, у нас нет такого, что начальники, подчиненные. Мы все одна большая семья. То есть ребята не только ходят на мероприятия, но также дружат, посещают различные культурно-досуговые мероприятия, вместе ходят в музеи. Благодаря Надежде Ивановне Кураповой активные волонтеры, которые убирались в домах ветеранов, имели возможность посетить бункер Сталина. Бонус такой. Да, да, некий бонус. Смотрим фотографии, которые вы тоже принесли к эфиру. Вопрос, вот страшно ли первый раз вообще приходить, например, вот помогать как-то, стучаться в дом к незнакомому человеку? Первый раз, да. Ну, не знаю, мы пришли, нас сразу так встретили, собачка подбежала, погавка у нас. Ветераны очень душевно встречают нас, всегда радуются каждому нашему приходу и с нетерпением ждут, они начинают звонить и уточнять, когда же мы придем к ним в следующий раз, начинают скучать. А мальчики к вам часто приходят помогать? Или вы своим женским коллективом все на плечах? Ты хочешь напроситься в кому-то? Ну, я так подумал со стороны. Ну, к сожалению, мальчиков в нашей организации очень мало, но, тем не менее, они тоже оказывают посильную помощь ветеранам. Наверное, на весь золото там. Да, мы их очень ценим. Друзья, ну что же вы сидите-то, давайте присоединяйтесь активно, Союз Добровольцев России, Самарское региональное отделение всегда рады, всегда принимают, никому не откажут. Какую-то помощь, ну, сможете вы оказать. Может быть, это будет какая-то ваша мужская рука, которая забьет гвоздь или повесит бабулю полку. Может быть, это какие-то, может быть, ваши личные познания в технике, починить что-то или сделать. Уж на один раз, я думаю, ни что у вас там внутри не сломается, а потом, может быть, и втянетесь. Спасибо большое вам, дорогие друзья, что пришли. Но с вами было очень приятно, интересно. Если какие-то у вас есть, друзья, вопросы, звоните в нашу редакцию 202-11-22, сориентируемся, вяжем с кем нужно. До встречи.